Всем привет! И дальше наступили первые денежки сентября, а это значит, что пора подводить книжные итоги за прошедший сезон, за лето 2020 года. Итак, сначала я озвучу лучшие книги, пятерочку, а потом немножечко совсем статистики. Надеюсь, видео будет коротким, а не как в прошлый раз. Итак, начнем с конца. Пятое место занимает классика французская. Называется книга монахини Дэнни Дидро. Автор раскрывает ту проблему, которая царила, по-моему, цари до сих пор, наверное, в среде людей, которые, казалось бы, как набожные, помни о том, что нужно звонить добро и подставлять другую щеку, на самом деле творят Богу знать что. И порой их грехи похлеще, чем у обычных людей, которые не приобщились к Богу. Главная героиня пострадала как раз-таки от бесчинств таких вот не очень хороших людей. Ее родители фактические силы заставили ее постичь самой монахини. И сама девушка добрая души, но вот те, кто ее окружают, вы этим качеством не обладаете. Четвертое место занимает книга «Мне 10 лет, и я разведена». Автор и главная героиня – это Нуджуд Ай-Али, и книгу ей помогла написать одна журналистка. Кстати, если я не ошибаюсь, она немножечко ее обманула с гонораром за книгой. Вот, это история, ну уже как бы по названию можно понять, что речь идет о девушке с Востока, где именно там, и по сей день принято давать замуж ребенка, когда, ну еще сын мало лет. И, ну, тут мы имеем дело с жестоким вручением в семье, и которого девочка не выдержала, она обратилась в суд с просьбой развести ее с мужем. Об этом и повествует книга, и несмотря на то, что она затанет такую серьезную, достаточно печальную тему, написана она очень трогательно, тактично, деликатно и почти по-дельски. Эти месяцы занимает Лиз Колье со своей книгой «Красотка 13». Здесь немножко похожая тематика. Юная совсем девушка, так называемый, в туристический поход, где ее похищает один парнишка, ну, не в себе, мужчина. Он заставляет ее с собой жить, выполнять обязанности супруги во всех смыслах этого слова, хотя она была еще для таких дел. А тут мы еще и имеем дело с вооружением личностей. Вот, очень рекомендую, не без слабых мест книжка, но она написана так, что это карно, что они ее не умоляют. На втором месте единственная такая мистическая книга в этом топе «Приоткрытая дверь» Теана Мастрякова. Вы могли уже читать ее «Болотницу», и сначала может показаться, что это такое для рассказа в лагере летней ночи у костра со сверстниками подросткового возраста. Но чем дальше ты читаешь, тем больше округляются глаза, и хочется вложить себя иконами, потому что такие жуткие вещи творятся. Здесь речь идет о девочке, школьнице, которой немножко не в себе тетя, и она увлекается мистификацией, при этом не понимая, какие могут быть последствия. В результате появляются какие-то духи непонятные, непосказуемые, и не сказала бы, что добрые в доме, и нашей героине приходится в одиночку как-то пытаться с ней бороться. Здесь есть совершенно шикарная отсылка к первой книге. Я не уверена читать, регулировавшую «Болотницу» сможет ли оценить шикарность этой отсылки. Но в любом случае рекомендую и первую, и вторую часть. Вообще эти две книги можно читать независимо от друг от дружки, совершенно в любом произвольном порядке. Ну и наконец первое место занимает исчезнувшая автор Гиллиан Флинн. Казалось бы, ну что такого? Пропадает жена всего-то на всего. То есть двое муж и жена жили долго в браке, ну не то чтобы прям долго, но в общем их в какой-то момент, причем именно в день юбилея бракосочетания, она пропадает. Что с ней стало? Сама ушла, ее похитили, что-то еще чего могло случиться, непонятно. Там все в совершенном шоке. И долгое время автор нас водит за нос, читает ли сам, не понимает, что их думать-то. И вообще там подозревала просто всех в пропаже жены. И в результате совершенно не смогла предвосхитить правильную причину исчезновения оной. Это одна из самых непредсказуемых книг, хотя обычно мне очень легко удается понять, где собака зарыта, но вот здесь мне это не удалось. Ну, по крайней мере, не сразу. Очень было мне трудно по местам распределить, чтобы вы понимали, отношение к книгу у меня было достаточно ровноценное. Очень я хотела жены включить, но так как я ее перечитывала, было не первое мое знакомство с книгой, я решила, что будет справедливо ее обойти. Ну и вы могли заметить, что часть книг объединяет общий такой мотив. Мотив? Ну не мотив, не мотив. Мы имеем дело с женщиной, которая так или иначе находится в каком-то замкнутых условиях. И красотка 13, и исчезнувшая, и мне 10, и я разведена, и монахиня. Там так или иначе, но главная героиня находится в заключении чего-либо. Это или социальное предупреждение, или в буквальном смысле четырех стенах. Так что я даже подумывала все подобные книги исключить с списка, но в итоге распределила так, как распределила. Ну и как я и обещала, совсем чуть-чуть статистики. За три месяца я прочитала 34 книги. И вот на какие по типу я их разделила. Биография, исторические, документальная, фэнтези, поэма и проза – это все, что не вошло в вышеперечисленные категории. Итак, из биографических я прочитала три книги. Из исторических – шесть. Из документальных – семь. Фэнтези – восемь. Тут и мистика, и сказки. Ну вот, все такое. Поэма – одна. Проза – семь книг. Вот такие итоги у меня получились. Надеюсь, вам было интересно. Пока-пока, и до скорых книг. Субтитры создавал DimaTorzok